добрый день уважаемые трейдеры с вами Гаценко Андрей и очередной видео обзор по валютному рынку есть кое-какие идеи на торговку на этой неделе но вначале давайте посмотрим что у нас интересно по новостям на этой неделе вот возьмем недельную выгрузку но принципе я уже посмотрел скажу так на этой неделе основное событие будет четверг по паре евро доллар ну и все что связано с евро это ставка и пресс-конференция пресс-конференция ецб вечер ну как вечером относительно второй половине дня что важно знать что сама ставка 14 45 а пресс-конференция в 15 30 между этими событиями будет промежуток и надо понимать что лучше работать в это время но не между этим временем если ставку не изменят что собственно и прогнозируется то второй подход к монитору можно организовать уже в 15 30 поработать на пресс-конференции очень сильное движение бывают вы кстати можете легко подготовиться посмотреть список этих новостей которые но были в прошлом и посмотреть как рынок реагировал на них там на мелких средних таймфреймах настоятельно рекомендую это сделать это несложно потому что дата у вас есть можете поставить sb про и посмотреть это эти движения как правило там минимум там тысячу пунктов по пятому знаку дают в этот день так что касается что касается рынка да что интересно не обычно начнем с необычного инструмента это smp 500 на что мне здесь нравится в этом инструменте то что ну понятно пробили там 3000 все это весело но дело в том что smp очень здорово вырос да и теперь стоит на очевидном зеркальном уровне но где-то 2950 примерно так и все кто сейчас понакупил том числе и там пробойниками не знаком бай стопами или просто купил его выше 3000 они вынуждены застопиться за зеркальный уровень я считаю что в этой ситуации лучше работать на захват этих стопов то есть на пробой зеркального уровня что мы нему уже подходили получается раз два третий подход здесь уже много денег я считаю что за ними придут насколько глубоко будет пробой конечно я не знаю но поработать здесь там на той же америке можно в шорты и выхватить часть прибыли с забрать у покупателей дальше следующий инструмент это еврик вот еврик чудит последнее время но свои площадки регулярно отрабатывают у нас дневной таймфрейм очень жаль конечно что еврик не зацепил верхнюю площадку по 129 вот но котировочки в районе но фактически там 112 и 11800 я считаю будет пробит и ближайшее время ну понятно что в четверг пресс-конференция там вынесут вообще всех вот но сейчас покупатели кто работает допустим на ослабление доллара перед понижением процентной ставки да они будут стопиться именно за минимум предыдущего месяца за минимум текущего месяца и стоп для них принципе объективны тут порядка 50 пунктов по четвертому знаку вот я думаю их вынесут с большим удовольствием потом рынок конечно может сходить и на верхнюю площадку вот сюда пресс-конференция это эти цели которые вы можете смело себя брать на карандаш вот использовать какие-то сигналы либо price action либо вашей стратегии для того чтобы отработать вот эти движения очень большая вероятность пробоя этой зоны до потенциал небольшой но может рынок откатит и можно будет зайти по лучшим ценам так что касается золото золото по нашему прогнозу обновила вершину 14 летом 1440 были обновлены вот и я уже набрал позиции на продажу первая цель у меня ну естественно это нижняя граница аукциона я рисовал еще на позапрошлой неделе что наша задача работать от границ золото конечно еще может побрыкаться в этой зоне но мой план на понижение от хаев вот в эту зону то есть нижняя граница аукциона 13 1380 вот может быть не сразу но мы сюда придем вот с большой вероятностью более того более того второй план более крупный это тест уровня бывшего сопротивления 13 66 да вы можете сказать это очень амбициозно но дело в том что золото такой инструмент который вот эти свои свои уровни тестируют с большим удовольствием все что она пробивает она потом возвращается ну вот сигарет по большому счету золото растет растет да но с 13 года да как как мы были в средней цене там 1350 так так она и торгуется но я имею ввиду вот там эту зону то есть золото за последние шесть лет торгуется такому аукционе часом мы вылезли за него вот понятно что все это связано с понижением будущем процентной ставки но я считаю что это уже заложено давно вот ну и как минимум сработать на откат в этой системе можно вот и сам уровень который который был пробит в этом году очень важный вот но я имею ввиду не а вот чуть ниже то есть на крупных таймфреймах золото довольно шумный такой флэтовый инструмент хотя люди торгуют его на маленьких таймфреймах и думают что это какая-то бешеная история самом деле просто выше волатильность чем чем у валютных пар но это ведь товар то есть золото нужно торговать и относиться к нему так же как к нефти да все товар он ходит там скажем так с большей волатильности чем валютная пара которые сдерживают друг друга процентными ставками стран которые участвуют в этом инструменте вот то есть такой план у меня да он может быть против фундамента вам покажется на первый взгляд что как же так процентную ставку будут опускать и по идее доллар будет падать золото должно расти ну в первую очередь хочу показать вам пример и я уже показывал не раз это шестнадцатом году я торговал эту ситуацию когда в шестнадцатом году вот здесь подымали процентную ставку в декабре последнее в этом скажем последнее поднятие ставки в шестнадцатом году ставку подняли и вместо того чтобы золото упала до вследствие того что доллары становится дороже золото пошло в гипер тренд который до сих пор продолжается понимаете это произошло еще можете мне кстати проверить шестнадцатый год декабрь подняли по но на четверть базисных пунктов и золото выросло то есть это кому скажи такое там несколько лет назад там просто сказали это нонсенс такой не может быть вот такая вот история кстати здесь были выборы трампа вот так что будьте внимательны то что говорят да по телевизору и средствах массовой информации что там что-то будет очевидно и можно смело работать против очевидного так так дальше дальше какой инструмент ну и как обычно кроссик кроссика стрелец канадец мы уже взяли кстати с ребятами в трейдинг чате у меня небольшое движение от лаев с перелой соточку выдернули даже чуть больше получилось я считаю что этот инструмент можно покупать при откатах и глубже глубже вот как минимум где-то до 93 он свое отдаст очень шумный инструмент хорошо возвращается обещал записать видео по стратегии как работать с кроссами и решил это видео не записывать в общий доступ отдал ребятам в трейдинг чате ну скажем так такой за закрытый вариант вот решил включить его в рамках нового курса для диверсификации сделочек вот собственно такие идеи по работе на сегодняшний день напоминаю что сейчас у нас лето движение вялое это нормально если хотите движухи дождитесь четверга процентная ставка посмотрите как ставка отрабатывала на прошлом прошлых новостях таких же ее не меняют довольно долго и скорее всего еще не будут менять но пресс-конференция после ставки именно в 15.30 то есть 14.45 ставка 15.30 новости она эти пресс-конференции очень здорово толкает еврик и он довольно довольно далеко ходит вот основные у меня надежды на падение еврика в эту зону очень хорошая стоповая площадка тоже зарядился вот думаю тут под разогнать еще дальше кстати тоже по моему под замониторил да вот он еще посмотрим как будет развиваться на площадке и по хаям и по лаям довольно такие веселые вот и пробойчики будут я думаю с обоих сторон если аукцион раз разгрузится перед ставкой с одной стороны то я думаю на ставки его выносу с другой вот такой вот план на сегодняшний день ну можно сказать даже на торговую неделю торгуйте по простым торговым идеям проверяйте свои стратегии с помощью тестера стратегии кстати очень удобная штука через тестер есть программка торгующий тестер вы можете через нее торговать прекрасно вот его название тест тестер рекомендую если у вас его нет можете заказать его у нас и мы скинем вам абсолютно бесплатно с вами был гаценко андрей академия трейдинга всем спасибо до новых встреч профитов и пока